Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю встречу движения «Gift of Legacy» – «Подарок наследия». Это подарочная активность, создающая изобилие. Сюда вы можете попасть только по приглашению. То есть вас кто-то пригласил сегодня, услышит информацию. Соответственно, как раз это и правило. Мы делимся информацией, приглашая на презентации как такие. Провожу их я, проводит их Андрей Шель, проводят их уже и в других командах. Сейчас мы будем объединяться, будем меняться, и будут новые свежие лица и голоса. Сегодня моя очередь. Новая экономическая парадигма возникает в результате разрушения экономической модели сверху вниз, которая приносит огромное богатство 1% человечества, в то время как миллиарды людей борются за жизнь. Социально ответственное финансирование является высокодоходным. Мы растем за пределами нынешней денежной структуры. Обмен, забота, даровая экономика и самодостаточная общинная жизнь возникают по мере того, как люди объединяются, чтобы жить и процветать, а не соревноваться за победу. Формируются новые формы вспомогательных валют. Либо мы объединимся в экологическую цивилизацию в ближайшие несколько лет, либо мы вымрем. Это было сказано уже в 2014 году. Это уже 8 лет назад. Я думаю, на сегодняшний день это актуальнее как никогда. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю встречу. Видение. Gift of Legacy – это подарочная деятельность с невероятным алгоритмом, встроенным таким образом, чтобы каждый мог наслаждаться изобилием. Вы узнаете все о хорошо хранимом секрете, который уже изменил жизнь миллионов людей по всему миру. Готовы? Начинаем. Итак, маленький дисклеймер. Я его скажу очень быстро, но он должен быть сказанным. Данная презентация предназначена только для обмена информации и не может быть истолкована как финансовая консультация. Ни ведущие, ни Gift of Legacy не являются зарегистрированным финансовым или налоговым консультантом. Приведенная информация предназначена только для того, чтобы дать примеры того, что может ожидать участник. Все мы поняли. Все. Никто никакие гарантии не дает. Все зависит только от нас и все в наших руках. Для кого подходит вообще Gift of Legacy? Подходит ли он для каждого из всех на этой планете? Ну, в принципе, да. С другой стороны, может быть, и нет. Давайте мы ответим на следующий вопрос. Верите ли вы в принцип сеяния и жатвы? Верите ли вы, что если вы дадите, то вы получите? Нравится ли вам благословлять кого-то, кого вы даже не знаете? Хотите ли вы взять свою жизнь под контроль? Нравится ли вам помогать другим людям добиваться успеха в жизни? Если бы хотя бы на один из этих вышестоящих вопросов вы ответили «да», то тогда мы начинаем, и тогда вам здесь и место. Это глобальная подарочная активность. Как это можно понять? Это вечная экономика дарения. Поднимаете настроение обществу и себе. Это происходит очень активно, друзья, из опыта. В наших чатах, в ваших чатах, уже много чатов, командных чатов, и мы видим везде одно и то же. Радость, наслаждение, взаимопомощь. Помогаем друг другу, радуемся за других, поздравляем. И в итоге что мы делаем? Мы дарим подарочки, мы получаем подарочки. Совместное создание изобилия и саморазвития. Знаете, многие люди с детства забыли уже, каково это чувство получать подарки. В детстве, может быть, не все, но многие из нас любили это. Я это очень любил. Конечно, это прикольно. Бабушка приезжала подарочек, привозила. Насколько мы от себя любим делать подарки. Мне нравится моей жене, моему ребеночку, моим родителям. Особенно 8 марта, цветы. Вау, какая это радость. Это такое просто классное чувство. А делать это какому-то незнакомому человеку, да, вот это уже как бы, да, это какие-то новые такие, новые пути. Финансовые подарки используются по всему миру на протяжении веков. С 2009 года успешно используется более чем для 700 тысяч участников предварительного проекта Gift of Legacy. Если вы понимаете, 700 тысяч, это чуть ли не миллион уже, да, 30 тысяч не хватает, но достаточно, 700 тысяч. 12 лет они крутили платформу, дарили друг другу подарки. То есть крутили эти доски. Чем твой папа занимается? Доски крутит. Доски изобилия крутит. Двигает их туда-сюда. Диджей. Вот так можно отвечать, если кто спросит, чем вы занимаетесь. И сейчас мы уже в обновленном алгоритме, то есть эти 700 тысяч участников имели право перехода, потому что, ну, за 12 лет, понятное дело, обновилась IT, да, то есть технологические возможности улучшились. Были какие-то выявлены моменты, где мы можем еще больше получить влияние в наши человеческие союзы. И тем самым вот с января этого года, да, запустилась уже обновленная платформа. Но в целом уже с 2009 года работает. И это все построено на принципе, и культуру Убунту, это в Африке такая культура, где общины, помогающие друг другу. И история денег восходит к древней экономике дарения. То есть то, о чем мы сегодня говорим, если не брать во внимание, что мы там привязываемся пока еще, по крайней мере, это еще лидирующая валюта доллар, мы посмотрим, что нам скоро и будущее принесет, да, но мы дарим подарки. А подарки были еще до денег, до того, как кто-то придумал деньги, были подарки. И люди дарили друг другу и меняли, делали бартер. И это очень древняя, наверное, самая древняя деятельность дарить друг другу радость. 100% легально, все системы, и это не в системе мейнстрима в течение десятилетия, благословленные миллионы. То есть передача богатства в руки многих. Не в руки элит, которые, да, там 1% имеет 99% всех средств, а остальные 1% разделяют между собой, вернее, остальные 99% разделяют между собой 1%, как это было за последние тысячелетия. Да, но мы сейчас тоже в этих переменах, да, мы же наблюдаем, что происходит, друзья. Мы в огромных переменах, глобальных переменах, и мы сейчас, по крайней мере, я это вижу, что вот этим движением мы являемся проводником в эти новые понимания, в этот новый мир, дай бог. Мирный мир, да, объединяющие народы, братские народы, разные народы, и в мире, и в согласии, и в единии. Но мы являемся вот этими проводниками, создаем, хочешь сменить мир, начни с себя. Вот мы начали с себя, и вот нашлось очень много, которые начали с себя. И у нас уже теперь получается целое движение, которое начинает с себя, помогая другим. Миллионы долларов ежегодно, ежемесячно, еженедельно, даже ежедневно распределяются между людьми по всему миру. Дарить надежду, образование и благословлять людей в достатке по всему миру. Вот чем мы занимаемся, друзья. Вот этим мы занимаемся. Нету бизнеса, нету тут никакого там проекта, пассива, покупки, это все в другом. Мы, наверное, многие из нас занимаются бизнесом. И у меня есть, да, еще очень большой проект, где я русскоязычный проводник. Да, это бизнес, там я бизнесом занимаюсь. Здесь я наслаждаюсь именно процессом дарения. Там я наслаждаюсь процессом бизнеса моим. Там и то, и то наслаждение, не вопрос. Но здесь другое, к чему я хочу. Тут нет компании, нет учреждения, нет брокера или трейдера. Здесь есть только самый древний блокчейн человечества, именно объединяющий люди, которые в коллективном движении продвигаются вперед. И им в помощь интерактивный веб-сайт, который управляет перемещением досок в сообществе дарения. То есть это очень умный алгоритм, который просто нам в помощь говорит, свежи с ним, свежи с ним. Все, получи подарок, нажми на кнопку. Все, переходи на следующую доску, вот твое место. И повторяй то же самое. Ничего другого не делает этот веб-сайт. Он простенький, да, вы заметите, это максимальный минимализм. Там много-то и не нужно, потому что за этим ничего не стоит, кроме нас, кроме человеческих душ, сердец и суть, которые хотят изменить что-то в своей жизни и быть полезным для других. Все, что вам нужно, это компьютер, смартфон, подключение к интернету, понятное дело. И желательно WhatsApp и Telegram. Даже обязательно. Потому что с вами должны связываться. Вы хотите с кем связаться. А у нас в приоритете вот эти два мессенджера. От человека к человеку означает, что мы делаем подарки непосредственно напрямую. То есть к вам напрямую поступают подарки. На ваш счет. Ни на компанию, ни на платформу, ни какому-то брокеру. Еще раз повторяю, это делается от человека к человеку в полном размере. Нет дележки. Тебе кусок, тебе кусок по уровням. Там третий, второй, там десятый. Мы знаем, разные маркетинговые модели есть на рынке. В этом случае мы это все оставляем в стороне. Два человека познакомились через платформу. Незнакомых человека сделали подарок. Один другому человеку сделал подарок. Все напрямую на карту, криптой, баром, кэшом принес, если в одном городе, допустим. Вы решаете, как вы же два человека общаетесь между собой. Нет третьей стороны. Нет того, кто контролирует какие-либо деньги. Все напрямую. И это самое важное. Мы делаем подарок, мы ничего не покупаем. Нет никаких токонов на платформе. 100% без риска. Почему 100% без риска? Потому что, во-первых, вы, если сделали подарок, вы не можете потерять, это был подарок, все, вы отправили его. Вкладывайте в него вашу энергию любви, вкладывайте туда вашу благодарность и отправляете в максимально позитивную энергию. Вкладывайте, что хотите. Как называйте, как хотите, на ваше усмотрение. Но сделайте это с добрыми намерениями. Это подарок. Все. И мы тем самым запускаем вечный процесс. Вечный процесс означает постоянный, безостановочный, в том числе и пассивный. Вечное дарение и получение. Дарение и получение. Снова, снова, снова. И в том числе для будущих поколений. Это подарок, наследие. То есть вы можете то, что вы тут создаете, тот движ, который вы создаете, ту комьюнити, которую вы создаете, сообщество. И весь процесс, который в итоге создается вами, можете передать в наследие своим близким, друзьям, внукам, детям. Просто передаете аккаунт. Вот мой пароль, вот мой юзернейм. Двигай дальше доски. Gift of Legis – это больше, чем просто подарочная активность, друзья. Мы помогаем друг другу расти и добиваться успеха, поддерживая друг друга и поднимая настроение. Дарите от всего сердца. Деритесь с любовью. Направляйте свою команду. Станьте легендой. Создайте свое наследие. Мы сообщество с одной целью. Мы хотим изменить жизнь к лучшему. Свою жизнь, помогая другим, помогая себе. Итак, как начать? Начинаем уже потихонечку подходить к таким интересным моментам, которые, наверное, многие ждут. Мы находим свое место на доске. И Gift of Legacy заходим в движение и дарим 100 долларов в вечную систему. Да, мы дарим это как-то человеку. Не так, ну, каким-то образом, как договорились, мы от человека к человеку. Но в итоге мы запускаем процесс, да, вот систематичный процесс. То есть причина – следственная связь. Это единственный раз, друзья, когда вы берете деньги из собственного кармана. Больше не будет, где вы сами, своего кармана. Вы должны, да, в этом случае эти 100 долларов вытащить. В одной стране это много денег, в другой стране это мало денег. Тут по-разному к этому можно относиться. Где-то это целая зарплата. Но вот к этим цифрам привязан пока весь алгоритм. 100 долларов. И один раз с собственного кармана и отправляем в основном чужому человеку. Или же это где-то, может быть, ваше комьюнити, да, может быть, кому-то близкому. Может быть и нет, да. В основном это чужие люди, кому мы дарим. Подарки предоставляются исключительно по принципу от одного лица к другому. 100% всех подарков выплачиваются непосредственно вам. Используйте разные платежные системы, которые вам удобны. Сейчас у нас, да, большие задачи. В связи с того, что происходит в мире, нужно находить разные решения. Но мы их находим. Это опять коллективный движка, коллективный ум, который здесь решает задачи и сложились, вот они, да, в прошлом деле ситуация такая, и находились решения. Ни одного посредника или третьей стороны, друзья, запомним, никогда напрямую от человека к человеку, удобным вам путем, вам двоим, то есть те, кто принимает и отправляет. Путешествие по изобилию. Именно сосредоточьтесь на оранжевом круге на следующих нескольких слайдах. Он предоставляет вас на вашем пути, вот этот оранжевый кружочек. Мы присоединяемся к доске и дарим своей легенде 100 долларов. Это первый важный шаг, который должен быть выполнен, чтобы запустить алгоритм. Один из двух. Второй. Мы делимся даром наследия с единомышленниками. Двумя, в первую очередь. Вы можете и больше приглашать, но нужно минимум два. Это уже достаточно. Дальше есть стратегии разные. Мы это проявляем уже сейчас в процессе дела, где понимаем, что можно и приглашать больше. То есть где-то помогать еще своим. Ну, это окей, будем по школам. Это уже на школе обучать. Которые, в свою очередь, делают то же самое. То есть ваши двое, которые делают то же самое. Делают подарок и приглашают двоих. И это повторяется дальше. И мы начинаем наш путь. И он ведет нас через четыре доски. Одна доска первая, где мы дарим 100 долларов. Напоминаем, один раз, единственный раз с нашего кармана. Дальше, когда уже запустили алгоритм, да, и у нас продвигает вперед, когда успешно все продвигается, мы переходим на следующую доску, где дарим 400 долларов, уже не собственного кармана. Потом я вам объясню, как это работает. Когда мы ее проходим, мы переходим на предпоследнюю доску. Там мы дарим 1600 долларов. Опять незнакомому человеку. Тут уже как бы, да, тут надо уже, да, уже достаточно быть самоуверенным. Подарить 1600 долларов незнакомому человеку. То есть тут растем над собой, в том числе, и работаем над собой. И уже последняя, и тут самая такая, наверное, да, самая такая респектная такая доска. 5000 долларов подарить незнакомому человеку. О май гот. Ну, тут как раз вот в этом движении мы этому учимся. Мы проходим путь на каждой доске от дарителя, строителя, гида до легенды. Тоже довольно короткий путь. Четыре позиции. Но их нужно пройти, и мы сейчас посмотрим, как они проходятся. Во время путешествия по доскам вы будете получать подарки на общую сумму 42 700. Это при первом круге. Вот первый круг, когда мы в первую доску зашли и в последнюю доску завершили. А в вечном путешествии сумма ваших подарков составляет 49 700 долларов и будет повторяться снова, снова и снова. Это звучит фантастически. Это невозможно. Да как это работает? Покажи, докажи. Приготовьте к путешествию своей жизни. Итак, мы проходим четыре доски. Я напоминаю, на первой доске мы получаем подарки в размере 800 долларов. То есть мы ее покидаем уже с подарками на такую сумму. Но заходим мы с собственного кармана, взяв 100 долларов, позиции гифтер. Это первая доска. Давайте теперь будем внимательно рассматривать этот путь. Во-первых, каждая доска имеет ID номер. Заметим. То есть есть категория, бронзовая доска в этом случае, есть ID номер. В случае того, если саппорт должен как-то подсказать, что-то решить. Всегда мы можем идентифицировать доску, на которой мы находимся. Потом замечаем, что есть левая половина, есть правая половина. И она выглядит на левой стороне аналогично, как и на правой стороне. И на каждой доске, неважно какой номер или какая категория, мы выйдем одну и ту же картину. Поэтому привыкайте именно к этому распорядку ячеек. Если с телефона, то это просто не горизонтально, а вертикально. То есть сверху и снизу, получается, доски. Так вот, мы запускаем, запозиционировались как дарители, гифтер. Первая, получается, позиция из четырех. Нас туда пригласил в итоге. И что наша задача какая? Мы связываемся, нажимаем с нашего аккаунта, нажимаем на серединку. Тут открываются данные человека. Забиваем эти данные в телефон. Сразу же, если он, конечно, тоже доследовал наши рекомендации, всем вам рекомендую это сделать, забить тот номер телефона, по которому вы доступны на WhatsApp или на Telegram. Или желательно и там, и там. Коротко говоря, вы связываетесь с ним, забили номер, сохранили. Новый контакт, друзья, новый контакт. Может быть, даже очень интересный контакт. Связались с ним. И обычно делаем так, что кидаем скриншот, ваш скриншот, потому что ваша позиция, она еще желтеньким подчеркнута. И говорит, вот, дорогая легенда, я нахожусь на позиции гифтер и хочу подарить вам 100 долларов. От всего сердца хочу вам отправить. Как вам удобно их принять? В этот момент вы начинаете коммуницировать. Удобно на карту, удобно криптой, удобно там PayPal, какими-то другими способами, которые вам обоим подходят. То есть вы коммуницируете, два человека между собой общаются. Договорились. Все хорошо. Вы отправляете. Легенда. У нее в этой позиции только две кнопки. Один раз можно удалить, конечно, человека. Мы в школе будем. При каких случаях можно удалить? Все рычаги влияния в наших распоряжениях. Ну, цель, естественно, подтвердить. То есть вы сделали подарок. У легенди есть большая мотивация принять подарок, поблагодарить вас за подарок и подтвердить ваш аккаунт, что вы сделали подарок. У вас меняется цвет. Потом в процессе игры вы это увидите. Цвет меняется. Но вы замечаете, что на левой и на правой стороне, именно крайние, есть еще открытые позиции. Они занимаются опять другими участниками. Все они, все восемь, связываются с тем же самым человеком, с кем и вы связались, и договариваются, чтобы отправить подарок. Соответственно, и делают это. Когда они это сделали, легенда подтверждает каждого из них. У него большая мотивация есть подтвердить восемь подарков, потому что для нее это означает выполнена первая доска и открывается следующий путь, чтобы мы уже на более высокие доски шли. А что для вас означает? Вы же только начали ваш путь. Вы означает, оказываетесь уже на обновленной доске в следующей позиции. То есть легенда стала другая. Это обычно отсюда из гидов становится легенда. То есть в этом легенда стала другая. Ваша задача – строитель. Теперь вам нужно двоих пригласить. На каждого сгенерировать реферальную ссылку и пригласить двоих участников, которые за вами идут. Позвать с собой в этот путь. Даже не пригласить, а позвать с собой просто. Какая у них задача? Они связываются с легендой и дарят подарок. Каждый по 100 долларов. Кроме вас, в этой позиции строителя, еще три других участника. Справа две и слева два. У них та же самая задача – пригласить двоих. Они в первую очередь связываются с легендой, договариваются, делают подарок. Легенда имеет огромную мотивацию все восемь подарков подтвердить, потому что это означает продолжение пути. Когда происходит это, у нас вот эти доски, с левой стороны, правая сторона, они всегда обновляются и в итоге становится перемещение. Гиды, которые здесь становятся легендами, и у них своя доска полностью. Вы сейчас заметите. Пока вы еще не дошли до этого. Сейчас мы, когда будем на вашей позиции, вы заметите. Вот они вы. В этом случае гид, проводник на русском. И за вами два человека, кого вы взяли с собой в этот путь. Вы их позвали с собой, они пошли за вами. Какая у них задача? У них задача – пригласить двоих, потому что у вас такая же задача была. У всех остальных такая же задача была и будет, потому что только так работает алгоритм. Они это сделали. То есть ваши два выполнили условия. Каждый из них пригласил по два. Заметьте, под вами уже, вот он ваш второй уровень, если так по сетевому пониманию будем говорить. Первый уровень, второй уровень. Кто еще гид? Еще один гид есть на той стороне, который тоже, как вы, в этой позиции. У него два бильдера. У них какая задача? Пригласить два человека. Происходит. Легенда имеет большую мотивацию принять подарки и подтвердить все восемь. Подтверждая восьмой, легенда покидает этот стол, обновляется доска. И теперь вы видите следующую картину. Вы являетесь легендой. Слева и справа два человека, кого вы позвали с собой в этот путь с вами вместе. У них были в свое время два человека. Это был ваш второй уровень. Помните, если сетевые понимания будем принимать сюда? Первый уровень, второй уровень. Вот на этой стороне, на этой стороне. Какая задача теперь у этих строителей? Как и у всех остальных у нас. Пригласить два человека. Слева, справа. Восемь человек появляются. Что они делают? Они связываются с вам. Вот теперь уже прикольно. Тут вы связывались с кем-то? Подарили подарок с незнакомым. Возможно, это было вообще какое-то непонятное чувство. Может быть, сразу кайфовали. Может быть, пока еще так скепсисом. Это как бы не было. Это ваш путь. Каждый по-разному реагирует. Но когда вы находитесь в легенде, когда с вами связываются и говорят, здравствуйте, я вот на вашей доске хотел бы вам подарить подарок. Как вам удобно его принять? То это, конечно, уже это эйфория. Это реально восемь разных человек звонят, пишут, хотят делать подарки. Когда у вас тогда такое вообще было в последний раз или было ли это вообще? И в этом вот как раз весь кайф, друзья. Мы тут заряжаемся. Мы заряжаемся позитивом. Мы заряжаемся положительной энергией и получаем к тому еще денежные подарочки, которые нам отправляют с подписью от своего сердца для вашей семьи, всех благ вам. Вот когда мы такое видели где-то в каких-то бизнес-моделях? Я, по крайней мере, не видел, поэтому это не бизнес. Не могу это назвать бизнесом. Так вот, мы получили 800 долларов в подарок. Давайте сделаем резюме. Что нам с ними делать теперь? Мы держим в резерве 400 долларов, потому что нам надо продолжать путь. Не надо, если мы хотим, естественно. Если вы не хотите, можете не продолжать. Можете на этом закончить движение, но вы не используете весь максимальный потенциал этого движения. Поэтому рекомендую идти дальше. Означает, что из этих 800, мы 400 долларов отправляем дальше на серебро, в серебряную доску. И 100 долларов мы запускаем на вечную бронзу. Сейчас вам объясню, что это все значит. И при этом, просто по математике разберемся, 400 отправили на серебро, 100 мы запускаем опять на вечную бронзу. 300 долларов у нас остается в кармане. Уже сейчас, буквально за пару движений, пройдя по первой доске, мы запустили процесс дальнейший и получили уже три раза больше назад в подарок, которые остаются у нас в кармане. Где вы такое видали уже? Что такое вечная бронза? Пройдя первый раз бронзу, вы запускаете просто по-новому, 100 долларов, то есть вы заходите в систему, на доску, связываете с легендой, уже опять другой человек и начинаете коммуникацию, договариваться, как удобно принять подарок. Здесь получается вечная доска, вам не нужно больше никого приглашать, ну и вообще в целом вам не нужно больше приглашать, если вы два человека один раз пригласили, которые сделали то же самое, приглашая тех, которые делают то же самое. Вам по факту вообще никого больше нужно приглашать. вечная бронза означает, что если вы своей командой создаете маленький ручек, то здесь все эти ручеки сливаются и уже из других команд наполняются эти места и просто продвигаются вас, как только слева и справа четыре места наполнились, которые тоже заходят в вечную бронзу и обновляется доска, вы уже шагом вперед становитесь оббилдером. Опять новых четыре человека добавилось, слева и справа восемь в целом, вы стали там гидом и рано или поздно легендой, и уже от следующих восьмерых получаете подарок. Вот сегодня я закрыл или моя жена, вчера я закрыл вечную бронзу уже, не знаю, третью, четвертую, сегодня моя жена закрыла уже как минимум тоже четвертую. То есть мы повторяем снова и снова. Почему? Потому что мы восемь раз получили подарок, берем стольник, опять заходим из этих восьми сот подаренных, мы заходим и опять просто позиционируемся, связываемся с легендой, дарим подарок и ждем, пока за нами другие придут, участники наполнят поля, двигаемся вперед и делаем это снова и снова. Получил 800, опять стольник запустил, получил 800, опять стольник запустил, при этом 700 оставляем себе и это делаем до бесконечности. Снова, снова и снова. Теперь серебро. Как работает серебро? Здесь тоже вам, естественно, никого не нужно больше приглашать, вы это сделали уже один раз в самом начале. Главное, чтобы за вами шел поток, который делает то же самое, это важно. Вот второе. Серебро означает, мы заходим на позиции гифтер, в этом случае связываемся с легендой, дарим 400 долларов. Наполняются эти поля разными командами, нашими командами в том числе, и вы рано или поздно передвигаетесь с позиции гифтер на позицию легенду. Вот допустим, у нас тоже уже и моя жена, и я уже, сейчас мы вышли и заходим в золото. Но пока мы говорим сейчас о классическом пути. То есть 400 долларов вы подарили, передвинулись на легенду, 8 раз с вами связались, когда вы сами легенды, 8 раз с вами связались, опять новые контакты, новые люди, новые взаимоотношения, которые могут вырасти, новые семьи могут вырасти из этого всего, новые поколения могут вырасти из этого движения, потому что люди знакомятся с людьми, самая древняя, самая приятная деятельность, знакомиться и радоваться и общаться. На выходе получайте 8 раз по 400, то есть 3200. Круто. 3200 получили, что мы делаем? Мы продолжаем же путь, у нас 4 доски, это только была вторая доска, то есть означает придерживаем для золотой 1600 долларов. И что мы делаем еще? Мы запускаем вечное бронзо, вот тут тоже большая стила, вот в этом вечном движении. И заметьте, по математике у нас 1200 остается на каждого, на каждого, это я прошу, про себя говорю, да, у вас остается 1200 в этом случае. И вы запустили уже параллельно дальнейший процесс. Если говорить о вечном серебре, то же самое, друзья, мы просто позиционируемся на поле гифтер, связываемся с легендой, опять какой-то другой человек это может быть, по всей вероятности, это будет другой человек, может быть, интернациональный человек, ну, с переводчиком надо будет работать, но всегда уже все решались пока, да, и получаем восемь раз по 400, в итоге 3200 получаем, уже дальше ничего отправлять не нужно, мы уже золотой процесс запустили, да, то есть мы оставляем себе просто 2800 и берем 400 из этих подаренных и опять заходим и опять связываемся с легендой и повторяем это снова, 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 сколько хотите, да бесконечно, чем больше нас, людей, чем больше мы будем перемешиваться на этих досках, тем больше будут они наполняться, тем быстрее мы будем продвигаться и радоваться и крутиться и дарить друг другу подарки снова, снова, снова и расти на этом, и золотая доска третья из четырех, предпоследняя уже, алгоритм тот же самый, друзья, то есть мы просто в этом случае подарок уже более высокой стоимости отправляем, потому что он у нас на кармане, да, мы его уже получили, 1600 долларов мы отправляем и в итоге, когда мы становимся легендой, получаем 12800 назад в подарках, да, еще раз, мы ничего не зарабатываем, мы не получаем пассив, мы ничего не покупаем и никуда не вкладываем, очень важно это понимать, эта риторика вообще отсутствует здесь, да, мы даже не хотим в этих терминах общаться, я сейчас на этом моменте просто подчеркиваю, мы дарим подарки, мы получаем подарки, мы дарим, мы получаем, мы дарим, мы получаем и передвигаемся под досками изобилия, радуемся друг за друга, радуемся для себя, что получается, когда у нас 8 раз получены подарки, это 12800 долларов, мы держим в резерве для последней доски 5000 долларов, и у нас, как вы, наверное, догадались, уже вечное золото в этом случае на 1600, где мы заходим, остается для наших личных нуж 6200 в кармане, вот так работает математика, вечное золото, не будем сильно долго задерживаться, алгоритм, я думаю, вы поняли, то есть вы заходите на доску, делаете подарок, 1600, двигаетесь уже коллективно движение вперед, переходите на середину, получаете 12800, опять берете из этих подарков 1600, запускаете процесс по-новому, это святая экономика, это святая экономика, holy economy, на немецком, кто сейчас из Германии смотрит, это то, как раз, как надо было бы создать человечество и экономику, но мы понимаем, что мы жили очень долгие, и всю нашу осознанную жизнь, наши деды и все остальные в другой системе, это вопреки системе, это мы берем денежную вот эту вот силу, энергию и возвратили ее назад нашему народу, нашему комьюнити, который мы создаем между нами, никто вам не может это запретить, мы дарим подарки друг другу, мы ничего запрещенного не делаем в первую очередь, мы просто дарим подарки, какой суммы, это наше уже дело, 4 доски, последняя, это плотина, 5000 у нас вход, означает, что на 5000 мы делаем подарок связанный с легендой и, да, отправляем на выходе, когда сами уже становимся легендой, получаем подарки в 8 раз больше, чем отправили, а в итоге это 40 тысяч, и при этом мы завершили первый раунд, мы 5000 держим в резерве, чтобы пойти на вечную плотину, и у нас остается с плотиновой доски 35 тысяч. Как работает вечная плотина, я думаю, не будем сильно сейчас задерживаться, вы уже, наверное, смысл поняли. Заходишь, делаешь подарок, получаешь 8 раз назад, опять заходишь, делаешь подарок, получаешь 8 раз назад, да, и когда мы прошли первый путь, мы просто крутимся по этим вечным доскам. Нам уже не нужно дальше более высокие подарки кому-то дарить, чтобы, ну, открылась какая-то новая доска, у нас их только 4 по факту, вот, и когда мы их проходим, мы просто берем снова, снова и снова дарим подарки, дарим подарки, получаем подарки. Один раз подарил, 8 раз получил, один раз подарил, 8 раз получил, один раз подарил, 8 раз получил. Снова, снова и снова. И в этом прелесть, друзья. Подведем итоги. Участие начинается с щедрости и признательности и продолжается постоянной отдачей, помогая другим на этом пути. И дарители становятся легендами снова и снова. Дарите 100 долларов легенды. Когда вы будете готовы присоединиться, поделитесь с двумя единомышленниками, которые в свою очередь сделают то же самое. В итоге первого раунда по доскам вы получаете 42 700 безусловные подарки в вашем кармане. Резюме вечных досок с каждого раунда мы получаем в целом 49 700 долларов в виде подарков, безусловных подарков, которые остаются в нашем кармане снова и снова. Какие правила? Вы должны пригласить два человека, два единомышленника, но не получится без этого. То есть вы должны запустить этот алгоритм. Это важно. Вы должны понимать и лучше уже подготовить этих двух людей, которые вы должны, ну, хотите пригласить, чтобы у них тоже были эти два человека готовы. Чтобы они могли также очень активно, динамично продвигаться по доскам этим. И первое, вы два человека, да, и второе, вернее, вам нужно сделать подарок. То есть если вы не выполняете приглашение двух человек, то вы в итоге не продвигаетесь в дальнейшем. То есть вы сделали подарок, а двоих человек не пригласили, допустим, да, то вы по факту не получите там, да, легенду, статус, вы получите и подарки восемь раз. Это может произойти, не обязательно что-то произойдет. То есть, да, тут коллективное движение, если там на этой доске окажутся люди, которые скажут, ну, давай я сейчас под тебя поставлю по своей реферальной ссылке, потому что все рычаги влияния в наших руках. Они могут сказать, давай я помогу тебе, потому что вот вижу, ты стараешься, стараешься, ну, где-то не получается, ну, вижу, энергию даешь. Не просто там на халяву пришел посидеть, как бы, да, давайте за меня делайте, как на русском это говорится. Это уже, опять же, решает ваша легенда, у кого вы зашли, как вы себя ведете и какую энергию вы даете, да. Под лежачий камень вода не течет, нужно что-то сделать здесь. То есть, если в итоге ситуация, что вас нету лично приглашенных двоих, то дальнейший путь на серебряные доски и вышестоящие доски и на вечную доску, он просто закрыт. Даже система его вам не открывает, то есть это предусмотрено в алгоритме. Ну, и в целом, в принципе, это и все. Почему Gift of Legacy? Что делает Gift of Legacy особенным? Он очень удобен, да, потому что есть минимализм, максимальный минимализм, это безотказная система, она развивается, ее улучшает. Мы видим это за 4 недели, видим и дизайн обновления, сейчас и чат нам обещают уже скоро сделать, и защита данных тоже над этим стараются, да, уже вот обновление сделали вчера. Это инновационный алгоритм, друзья, это как писарь. Вы знаете, вот были игры раньше, там в конверте передавали друг другу деньги, игра такая, да, там котел называли, ее там по-разному называли. Тут там был один человек, который там записывал сегодня, там, этот месяц ты получаешь, там, этот месяц ты получаешь, ты еще не отдал, и все, он ведет бухгалтерию. По факту вот этот алгоритм делает то же самое. Просто он говорит, с кем нужно связаться, и когда ты получил свой подарок, сам нажимаешь на кнопку, алгоритм это видит, и меняет твой аккаунт, да, и продвигает, ну, то есть квалифицирован уже, одно из двух выполнил, двоих пригласил по своей рефералке, все, он тоже это заметил. Если они сделали подарок, он заметил, все квалифицирован, тебе при выходе на легенде уже открываются все остальные доски. На самом деле, очень просто, да, это самое, самое гениальное, на самом деле, просто. Перекрестное опыление, то есть мы на разных досках уже дальше, на вечных досках, да, перекрещиваемся с разными другими командами, которые тоже наполняют те же самые доски, и имеем здесь общий интерес. Тут все мотивирует нас, на самом деле, на общение, на взаимопомощь, да, но это не призыв к тому, что просто пришел, давайте заменять, делайте работу, то есть, да, тут есть сильные структуры, есть слабые структуры, да, именно по привлечению новых, да, желающих, да, у кого-то там кто-то блогер, да, он сразу там одним постом там тысячу людей может заинтересовать, а кто-то пол-количества друзей обзвонил, да, его там все послали, никто не услышал его, да, никто не хотел его услышать, да, куда-то там опять вляпался и так далее. Ну, все мы это все знаем, но если мы даем энергию, да, мы видим, что именно из опыта опять наших команд, что идет взаимопомощь, помогаем друг другу, да, и это здорово, на самом деле, это здорово наблюдать. Молодцы вы все, просто молодцы, кто сегодня присутствует, и команду уже ведет, вы большие молодцы. Очень-очень благодарен за такое движение, что мы за четыре недели тут создали. Да, можете пригласить и больше двух, это вам еще там дает определенные преимущества, об этом будем в школе говорить, скоростной путь есть, да, где можно еще ускориться и так далее. Важно понимать, что нет никаких гарантий, друзья. Успех или неудача любого участника будет зависеть от вашей готовности помогать другим и следовать этическим принципам Gift of Legacy. Ответственность за соблюдение налогового законодательства, естественно, каждый несет в своей стране, и в многих странах тут вообще этому налогу даже не обладается, но тут я не буду говорить, опять вначале я об этом говорил, никакой я не консультант, а просто с вами делюсь информацией. Gift of Legacy – это децентрализованная платформа, не имеющая сторонней преднадлежности, владения или партнерства. Если вы присоединились к Gift of Legacy через какие-то другие там благотворительные фонды и так далее, то это вы делаете на свой риск. Обычно мы это, пока еще я не видел, я знаю, что в англоязычном это делают, там целые charity community подсоединяются. Мы сегодня говорим о классике, то есть сами зарегистрировались и сами продвигаетесь со своей командой или с помощью вашей команды. Помним, мы делимся Gift of Legacy только с людьми с подобными мыслями и подобными сердцами. То есть, наверное, это не будет подходить каждому. Кто-то только видит деньги, 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 и ему не откликается вот эта вот духовность или вот этот вот, скажем, ну ладно, может быть даже не духовность, вот этот особый движ, особый дух, который здесь присутствует. Будем вещи называть своими именами. Тут реально что-то особое присутствует. Сколько у меня из вас и ваших топов лидеров, мне это говорили лично, когда нам предлагали, сколько нам уже не предлагали всякого разного, чем мы только не занимались. У нас стотысячные структуры и мультимиллионные обороты, которые мы за последние годы провели. Но такое нам просто не предлагали еще. Это говорили топовые лидеры сетевой индустрии, мне лично. И не один, да, а минимум уже как, наверное, 10 уже такое сказал. Но я, конечно, с многими сейчас общался за последние 4 недели. Никаких пустышек, позиции, которые не будут дублицировать движение досок. То есть нет смысла как бы под себя ставить там пустышек, как назвали сегодня, мультиков, да, называлось это. Вот. Нужны живые люди, которые понимают ценность и понимают алгоритм. Тут нужно запустить процесс, чтобы он двигался. Не предоставляйте Gift of Legacy, если сами еще не можете рассказать. Лучше не рассказывайте. Просто скажите, знаешь, дружище, я тут нашел одно такое движение, да, интересное. Ты, как вы это, будет время там, да, посмотреть? Или вот так приди, ты, слушай, дружище, вечером, когда там сегодня у нас, что, вторник. В вторник вечером здесь по Москве. Будет время у тебя для меня, час, можешь мне уделить по дружбе? Да, о чем дело? Могу на тебя надеяться. Да, можешь. А в чем дело? Окей, смотри, я пришлю сейчас тебе ссылочку, я вот познакомлюсь с этим движением. Мне так нравится, я тебе не могу толком объяснить, как это работает и что там делать. Но прошу тебе, удели подружески время, послушай, мне очень важно твое мнение. Вот это самый эффективный момент. Но есть другие стратегии, понятное дело. Да, но не надо самому объяснять что-то, да, если вы сами еще толком не понимаете, там, сломанный телефон, там, ой, да куда ты, бля, ползовой, да, это мы проходили уже в 90-х, да ты, да ты вообще знаешь, куда ты, ой, все, все, все. Да, вот так вот мы это все слышим очень часто. Поэтому приходите, приводите их сюда, мы это делаем для вас. Делаю я, делают Андрея, делают другие ребята, да, и девушки делают это. Мы сейчас будем расти, и спикеры будут, да, меняться, будут разные ракурсы. Кто-то так объясняет, кто-то так объясняет, кто-то там у меня это больше понимает, кто-то у Андрея, наоборот, это больше понимает, у кого-то другого. То есть все мы разные, в том-то и прелесть, что мы все разные, друзья, и мы тут объединяемся в нашей, за то, что мы такие разные, объединяемся все-таки в одном движении, да. Да, приходите на Zoom, как минимум три раза в неделю, мы их так и проводим, есть школы, и дальше у нас и обучение тоже завтра, кажется, будет, если не ошибаюсь, Андрей, сейчас можете рассказать. Друзья, ну все, я мою часть завершаю, благодарю вас за то, что присоединились к нам. Если хотите, конечно, узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с человеком, который пригласил вас, чтобы дал вам реферальную ссылку, чтобы вас позвал с собой, или вы сами проявите желание, кажется, я был на презентацию у Андрея, мне так понравилось, хочу с вами идти, у меня уже два человека есть, и я бы их тоже позвал с собой, и приглашайте их тоже на презентацию. Не забудьте присоединиться к нашим телеграм-группе после регистрации, по крайней мере, в нашей комьюнити, мы так это делаем после регистрации, после занятия места, мы добавляем в наше комьюнити, в наши чаты, и там заправка, друзья, там заправка энергии положительная, вы заходите туда и просто так классно стихи пишут уже, да, там помогают друг другу вопросы, там все, там своя жизнь началась, да, мы ее запустили, да, и все, свои лидеры, которые там уже переняли инициативу, админы стали, и занимаются теперь своими досками и отвечают на вопросы, все на добровольной основе, никто их не заставляет, это делают люди с удовольствием, да, с радостью, вот в этом кайф, друзья, жалко, у меня камера не работает, хотел бы вам сейчас показать мои эмоции. Окей, я ставлю на стоп.